В прошлых видео мы изучали, как перейти с неприглядной киноленты жизни на другую, желаемую с помощью подсветки целевого кадра. Помните, что вы не имеете права нарушить установленный порядок, а порядок такой, что вы должны участвовать в действии, подчиняясь сценарию. Ни одному персонажу не позволено резко выпрыгивать из киноленты или вытворять там то, что ему захочется. Объективная реальность такова, что вы обречены существовать в ней как персонажа в киноленте. Можете не соглашаться, можете жаловаться, но это бесполезно. Даже если попытаетесь ослушаться, ничего не выйдет. Что на конкретной линии жизни предначертано, то и случится, пока вы не перейдете на другую. Уклониться от событий нельзя, но вы способны обмануть реальность. Представьте, вы вошли в точку осознания. Все окружение вам видится таким же, как и раньше. Вам вовсе не кажется, что вы наблюдаете за происходящим откуда-то из-за стекла, и тем не менее, вы там. Однако теперь, будучи там, вы обретаете способность задавать реальность. Выбирать киноленту. Не изменять ту, в которой находитесь. Не уклоняться от действия в ней, а выбирать другую, какую нужно вам. Вы по-прежнему продолжаете играть свою роль, прописанную в сценарии. Выполняете свои повседневные функции. Но в отличие от прочих персонажей, вы, пребывая в состоянии осознания, получаете нечто большее. Возможность замены текущей киноленты. И при том, остаетесь как бы в стороне и ни при чем. И порядок не нарушен. И вы не замечены, не пойманы. И все обернулось по-вашему. Это игра в имитацию. Вы гуляете в кинокартине, как оживший персонаж, прикидываясь неосознанным. И меняете ленты по своему усмотрению. И никто ничего не подозревает. Ни сценарий, ни другие персонажи. Бессмысленно оказывать влияние на людей. Это неблагодарное занятие. Оно может выйти вам только боком и дать обратный эффект. Персонажи действуют по своему сценарию. От спящих вас отличает то, что вы осознаете свою отдельность и отдаете себе отчет, что происходит. Чтобы войти в присутствие, вам необходимо оживиться, встрепенуться и определить, где вы находитесь, где пребывает ваше внимание. В центральной точке осознания или на одном из экранов. В состоянии присутствия наяву вы обретаете способность задавать грядущую реальность, которая воплотится в действительности. Мы повторяем эту мысль, чтобы хорошо усвоить, что реальность задавать можно и нужно. Но нужно помнить еще одну вещь. Задавая реальность, вы определяете не цепочку событий, а конечную цель. Задание реальности – это не управление сценарием, а выбор киноленты. Сценарий не в вашей власти. Да и потом вам не дано знать, каким должен быть сценарий, чтобы привести вас к вашей цели. Но вам это и не надо знать. Вы работаете в режиме кинопроектора. Когда в вашем проекторе светится целевой кадр, ход событий сам поворачивает туда, куда нужно. Выбирая киноленту, вы запускаете новый сценарий. Но он не ваш, а тот, что на ней прописан. Причем без вашего ведома. Ваш только целевой кадр. Кинолента сама подбирается в соответствии с заданным кадром. Каким образом это осуществляется, вам знать не обязательно. Подсвечивайте свой целевой кадр снова и снова. Так вы будете перемещаться с одной ленты на другую. И в конечном итоге прибудете туда, куда вы хотели. В архиве Вечности киноленты располагаются параллельно. Сценарии ближайших лент отличаются небольшими нюансами. Задавая реальность, вы постепенно перемещаетесь с одной на другую. Сначала оказываетесь на киноленте, где результат близок задуманному, но еще не тот. Потом все ближе и ближе. Все это происходит незаметно для ваших глаз и с разной скоростью, в зависимости от сложности поставленной цели. Простые цели даются почти сразу, а труднодостижимые, до которых далеко ехать, требуют времени и терпения. А нужно ли скрываться от остальных персонажей? Как бы вам не хотелось, лучше не афишировать свои новые способности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА